всем привет сегодня 20 мая 2020 года и мы с вами находимся на подоле возле улицы покровская не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступать в нашу группу фейсбук подписываться нашу страничку фейсбук мы смотрим что у нас на улице покровской напоминаю здесь заканчивается капитальный ремонт смотрим сейчас мы находимся рядом с контрактовой площадью и почему я сюда успешном порядке приехал потому что общался с ребятами из киевшлякбуда которые здесь делают в качестве генподрядчика капремонт на улице покровской мне сказали что приезжай потому что мы тут уже последний марафет наводим и со дня на день готовимся ее сдавать поэтому я приехал для того чтобы еще какие-то последние штрихи заснять застать этого ремонта прежде всего мы видим что здесь появился свеже заасфальтированный заезд на улицу хотя большинство на подоле улице не выложены брусчаткой вы это знаете но вот этой улице я честно говоря не помню как она называется которая упирается в покровскую упирается в начало андреевского спуска здесь исторически сложилось что тут асфальт на сегодняшний день поэтому здесь все было под асфальтирована а далее мы проходим мимо начала андреевского спуска и попадаем на покровскую кстати видим что уже хотя здесь еще знаки висят но какие-то машины здесь ездят может быть это какие-то местные жители сразу мы видим что здесь уже доложили полностью тротуар выставили антипарковочные столбики сделали переходы выложенные разноцветным гранитом здесь не поднимали переход над уровнем поднимали его только напротив входа в лицей для деток здесь мы видим тактильную плитку далее тоже мы видим пространство его не назовешь тротуаром но она выложена плиткой под кирпичик желтый меня спрашивали почему решили желтый кирпичик сделать потому что как-то опять же исторически сложилось что на подоле тротуары желтым кирпичиком выкладывают и пожалуй законодатель моды в этом это андреевский спуск на котором мы давным-давно еще в советское время наверное по крайней мере я в советское время увидел впервые вот эти вот желтенькие кирпичики так что покровская у нас теперь под стиль под стать мы идем по свежевыложенной брусчатке видим здесь пандус который продолжается с андреевского спуска не знаю может для инвалидов может быть для велосипедистов может просто для кого-то тут еще видим незаконченные выезды какую-то там приуличную территорию но что касается самой улицы уже все вроде бы как сделано новые опоры освещения продажу критиковали что они в дизайн тут не вписывается ну да согласен не вписываются но все равно лучше чем какие-то бетонные столбы поэтому я уже наверное заметили мою позицию я всегда если лучше чем было то и слава богу потому что могло бы быть и хуже дизайн разрабатывал не знаю кто поэтому мне трудно сказать кому можно обратиться с вопросом вот на таких странных столбах видим обновили вот это здание был какой-то кипиш фейсбуке что нарушают историчность здесь насколько я вижу поменяли кирпичные входы на бетонные но покрасили так тоже может быть не знаю насколько стоит эту историчность так скрупулезно соблюдать может быть надо было здесь восстановить кирпич а может быть и так нормально выглядит в общем-то прилично почему-то много критики раздается постоянно от наших урбанистов по поводу чуть приподнятого бордюр чека вокруг деревья ну не знаю мне кажется это вполне логичным потому что когда дождь идет и там слякать грязь то она никуда не вымывается на тротуар хотя слышал противоположную идею что наоборот все это должно стекать какую-то яму возле дерева с тротуара но если будет яма вы понимаете что можно случайно и ноги сломать поэтому я считаю что вполне оправдано то что есть небольшой бордюр можете со мной соглашаться не соглашаться мы просто показываем то что здесь есть на самом деле продолжаем идти по тротуару видим везде антипарковочные столбики также были критики на тему того что водоотводящие лотки упираются прямо в бордюр но как говорится кое-кому пол работы не показывает и сейчас мы видим здесь сделали выемочки для того чтобы все это стекало на улицу опять же я не могу понять почему у нас как-то так не повелось стране делать как в европе чтобы прямо в коллектор шло водосточные водосточные трубы под землю ну так вот у нас есть мне это необъяснимо здесь мы видим красоту навели перед лицеем кстати вот он тот самый переход приподнятый перед лицеем все уложили плиточкой не знаю проводятся ли здесь может быть какие-то официальные мероприятия либо же там у них есть свой плац на котором они все это делают но по крайней мере мне нравится красиво сделано ровненько я вполне угадал прошлый раз когда предположил что я мы оставлены подбетонки для деревьев деревья высажены надеюсь что со временем они вырастут будут красивые давать хорошую тень хотя действительно улица немножко стала лысенькая говорят что здесь были деревья но видимо их убрали также мы видим что для детей специально чтобы они не выбегали с разгону на улицу поставили вот такой вот заборчик там есть проход на переход приподнятый а в принципе заборчик оцинкованы сделаны из трубы и каких-то еще элементов такой сложно сварной я бы его конечно честно говоря покрасил но опять же не я здесь дизайн разрабатывал так здесь мы видим вообще перед центральным входом в лицей такой тоже красиво вымощенный майданчик стиле даже какого-то может быть вышитого чего-то хотя здесь так с трудом угадывается какой-то украинский узор но что-то пытались сделать также мы видим что везде везде от всех водосточных труб идут утопленные лотки которые сделаны прорези и выходят на саму улицу на улице я не вижу честно говоря каких-то пока водоотводящих колодцев может быть за счет того чтобы уклон соблюдался и все это будет стекать мы видим здесь по бокам улице сделаны такие выемочки ну не знаю пока я вот и нашел еще решеток мы помним что здесь когда мы были здесь местами что-то было доделано что-то было не доделано там в конце точно было не доделано но сейчас вся перспектива улицы просматривается как завершенная идем вдоль ряда антипырковочных столбиков что очень даже хорошо спрашивали меня будет ли делиниаторы ну не знаю как бы с одной стороны в них есть какой-то смысл с другой стороны как-то они ну совсем уж как и есть и столбы не вписываются в дизайн тем более достаточно трудно ставить делиниаторы на гранитной брусчатке так похоже что мы видим машину которая проводила последнюю уборочку по одной стороне ага вот у нас водосливные решетки наконец-то я обнаружил как-то они так достаточно на большом расстоянии друг от друга так вот мы доходим до места где мы прошлый раз констатировали окончание мощения сейчас все доведено до ума все красиво сделано и шлях будет молодцы единственное пока вот непонятно эти примыкания возможно просто они относятся к ведению не города а домов владельцев это мое предположение и вот мы доходим до конца улицы видим сделан такой длинный газончик на другой стороне может быть там будет цветы может какие-то кустики посадят тоже такое решение непонятное потому что нигде нету и тут вдруг такой газон образовался почему именно там почему именно такой почему его нет других местах я не знаю мы доходим до перехода который также сделан цветным разноцветным гранитом он не сотрется и здесь очевидно еще предстоит может быть завтра асфальтирование вот этого примыкания мы видим что вокруг по дороге которая идет сверху и вниз асфальт выложен хотя честно говоря я за брусчатку на подоле хотя по ней немножко трудно ходить но все таки более исторично наверное чтобы здесь была брусчатка так и вот мы видим пошла опять уборка сейчас все это будет вымываться в противоположную сторону действительно генеральная уборка перед сдачей объекта ага ну в принципе здесь какая-то логика все таки есть мы видим что газончики присутствуют именно напротив вот этого здания вдоль всей его длины ну а дальше они исчезают возможно владельцы здания себе заказали газончик может быть здесь они были уже напоследок выглянуло солнышко среди туч все сразу окрасилось такие яркие цвета стало приятно на душе вообще на подоле если не смотреть на какие-то новые чуждые духу этого места здания то очень уютно и светло и радостно ну а с такими ремонтами я надеюсь что подол все таки как-то приобретет свою былую красоту которую он в советское время и частично уже во время независимой Украины утратил за счет какой-то неумной нерациональной застройки за счет обновления асфальтом и всего остального ну что ж я на этом заканчиваю такой наш маленький обзорчик как видим практически полностью улица готова в Киевшляхбуд поработали молодцы еще какие-то последние остались заделочки которые очевидно завтра-потезавтра будут устранены и в общем-то добро пожаловать на обновленную Покровскую улицу ну а я с вами прощаюсь благодарю вас за внимание за ваш интересный канал Экстройтом Киева огромное спасибо нашим донаторам которые нас поддерживают огромное спасибо нашим строителям мостостроителям дорожникам которые нас радуют своей работой огромное спасибо всем вам кто подписан на наш канал кто ставит нам лайки и комментарии кто делится нашими ссылочками на видео в соцсетях если не подписаны подписывайтесь подписывайтесь на телеграм-канал подписывайтесь на страничку в Facebook вступайте в группу в Facebook мира, добра, счастья до новых встреч до новых обзоров главное здоровья не болеть пока до новых встреч до новых встреч на канале